Каждое утро он встречает зрителей с улыбкой и хорошим настроением. Два часа прямого эфира, бессонные ночи, яркий свет и множество камер. В таких напряженных условиях особенно важно сохранить зрение. С проблемой близорукости Юрий Юрченко столкнулся еще в студенческие годы. Казалось бы, диагноз распространенный, но для ведущего это серьезное неудобство. Когда тебе необходимо стопроцентное четкое зрение, это, как я говорил, вождение в первую очередь. Это то, когда надо четко видеть объекты, которые находятся на расстоянии. Это часто требуется в телевизионной работе, если ты работаешь с суфлером. Ну и вот в таких повседневных бытовых ситуациях, когда просто хочется посмотреть фильм, это доставляет некий дискомфорт. Решить проблему со зрением Юрий не раз пытался с помощью линз, но подружиться с ними ведущему так и не удалось. С тем, чтобы их снять, у меня проблем не было. Но с одеванием, я их мог одеть за пять минут, а мог одеть и за полчаса не одеть. Поэтому с линзами в повседневной жизни мне неудобно, потому что время непрогнозируемое, за сколько я их одену. Ну и плюс еще периодически надо смачивать глаз, потому что, в принципе, он пересыхает. О том, как быстро и безболезненно избавиться от близорукости, ведущему рассказали специалисты офтальмологического центра про зрение. Они были гостями 26-часового марафона ТВ-5. Да, вот, Юрий, глядя на ваши очки, я не могу удержаться, чтобы не подарить вам специальный сертификат, по которому вы к нам приедете, пройдете обследование. Юрий Юрченко подарком воспользовался и, предварительно проконсультировавшись со специалистом, прошел полное обследование. Мы определили, что у Юрия близорукость. Близорукость слабой степени, в одну диоптрию. И острота зрения при такой близорукости у него порядка 40%. Казалось бы, и близорукость невысокая, и все-таки достаточно он хорошо видит на средних дистанциях, но, учитывая его образ жизни, его активную жизненную позицию, то, конечно же, даже при такой близорукости ему не хватает той четкости зрения, которую он не может получить без очков. Уже завтра ведущему предстоит пройти процедуру по лазерной коррекции зрения, благодаря которой он забудет о том, что такое очки с диоптриями. Это какой-то внутренний вызов для самого себя. Ну и с другой стороны, даже если мне в повседневной жизни захочется опять одеть оправу для какого-то стиля или имиджа, я думаю, что я спокойно сюда смогу поставить нулевые стекла, и как большинство горожан, просто для имиджа носить саму оправу, если будет такая необходимость. В следующих выпусках новостей мы расскажем, как прошла операция и как изменился мир в глазах Юрия Юрченко. Напомним, ведущий стал первым героем цикла передачи ТВ-5 «Проверено на себе». Впереди новые и не менее интересные эксперименты. Мария Маркилиан, Константин Пороскевич, ТВ-5.